Педагог Рачинский родился в 1833 году в Татеве. Семья вскоре уехала в Дербт, и там он смог получить образование. В семье было две сестры и четыре брата. Все они окончили университет московский, были юристами, экономистами. Средний брат Александра служил на флоте. В 1950-е годы Рачинский был дружен с Толстым и Чайковским. Проживал в это время в Москве на Малой Дмитровке. К этому времени относится обучение его в Московском университете. Сначала на медицинском факультете, потом на тематическом. Я думаю, что особое влияние на Рачинского в то время, это где-то в 60-е годы, оказал Толстой Глеб Николаевич. Познакомились они в Москве, как раз когда Толстой вернулся с Кавказской войны. Дружба Рачинского и Толстого длилась на протяжении всей жизни Рачинского. У них была разница Толстой с 1928 года, Рачинский с 1933 года, но почти ровесники. И Толстой стал организовывать школы у себя в Ясной Поляне. И в это время они очень активно обменивались письмами. Рачинский писал Толстому, напишите же еще книги, потому что школьники у нас обожают ваши книги и зачитываются ими. И чтобы прогнать их из школы, я должен потушить свет, иначе они не уходят из школы. И уже потом, в 70-е, 80-е годы, Толстой обращается к Рачинскому с просьбой посмотреть ту или иную, какой-то фрагмент из романов Анны Каренина «Война и мира». И Рачинский ему отвечает, что где-то нужно улучшить, где-то что-то он бы добавил. И Толстой с благодарностью ему пишет, что я все это учту. Так что мы можем считать, что к романам «И война и мир» Иоанна Каренина Рачинский приложил руку. В то же время к Рачинскому обращается Василий Розанов. А Розанов в то время был учителем гимназии в городе Белом. Рачинский посещал очень часто город Белый. На его средства там строился мост в 90-е годы позапрошлого века. А также в город Белый Рачинского отправили сдавать экзамен на звание сельского учителя. То есть профессора Рачинского отправили сдавать экзамен. Естественно, он его успешно сдал. Начиналась школа Рачинского в 70-м году позапрошлого века. Когда он приехал, возможно, в отпуск в родовое имение Татьева. И пришел на урок в сельскую школу. А школа там существовала где-то с 50-х годов. И была устроена еще его отцом. Попечителем был старший брат Владимир. И старшая сестра Варвара Александровна. Она же и учительствовала в этой школе. И он пришел на урок и понял, что учитель очень скучно объясняет. И попросил провести урок математики. И, в общем, его заинтересовал этот мир детский. И он решил для себя, что останется в школе. Что останется и будет устраивать, организовать эту школу. И дальше школьное дело продолжать. И в итоге, по истечении 30 лет его педагогической деятельности, было построено 26 школ по уезду. Бельскому уезду. На средства Рачинского. То есть он и встратил свое 100-тысячное имение на школы. Ну, я думаю, что и не зря. Потому что в революцию, которая случилась спустя 15 лет, после его кончины, думаю, что все уничтожено было. То есть он... Ну и помогали его родственники, да? Ну, родители, я думаю, что все они были, как бы сказать, за единое дело. Они устраивали это имение, строили церковь сами, устраивали удивительный парк, оранжереи. То есть они вкладывали средства и силы в свое. В свое у себя дома. И столицей мира для них был не Париж, не Берлин, а именно Татьево. И в Татьеве был культурный центр, где хранились архивы и Боротынских, и Потемкиных. И множество-множество их родственников, глина, какие-то письма, какие-то фотографии, какие-то рукописи. Рочинский любил и хорошо знал литературу своего века. И в их архивах хранились рукописи и Пушкина, и Лермонтова. Вот в данном случае, в прошлом году, мне удалось обнаружить в архиве Аргали три стихотворения Лермонтова. Они у Рочинских были. Ну, возможно, ему отдали, отдали его отцу, когда тот учился в университете в Московске. Потому что как раз то время. Это какие-то новые редакции или это, в принципе, уже известные стихотворения? Ну, это известные. Только вот рукопись, да? Да, именно рукопись. Потому что у Лермонтова не так много осталось стихотворений в рукописи. Потому что они были у бабушки. А бабушка после смерти Лермонтова обеспамятовала. И просто отдавала, и раздавала их друзьям, знакомым. Вот у Рочинских в архиве оказалось три стихотворения. Вот. Усадьба Рочинских была не только для элитарного круга. Допустим, Рочинский поместил у себя жить мальчика-пастушка, который стал известным художником Богданов-Бельский Николай Петрович. Рочинский увидел его рисунки и принял его в свою школу. И мальчик Николенко у него жил, значит, в доме барском на правах члена семьи. То есть они были люди щедрые, милосердные. Вот. О школе Рочинского. Значит, основное, что характеризует школу Рочинского, это симфония школы и церкви. И сейчас в Татеве стоит школа и храм, и смотрят друг на друга. То есть открыта дверь в школу и открыта дверь в храм. Ученики Рочинского обучались закону Божьему, и церковному пению, и иконописному мастерству. И Рочинский был убежден, что неталантливых детей нет. Вот таким учителем был, который мог раскрыть у детей таланты. Из его учеников буквально за 10-15 лет стали учителями что-то около 40 выпускников. Причем экзамен сдавали прямо при школе комиссии из уездного города Белого. И ученики его становились учителями и работали в окрестных школах. Многие ученики стали священниками, опять же, и служили при храмах, и учительствовали. Также уникальность школы Рочинского в том, что это была школа, основанная на личности, на личностном подходе. Но эти школы штучные, что у Макаренко, что у Мартышина сейчас, и Ивановской на Лехте, они неповторимы. Никто не смог осуществить опыт Рочинского в полной мере и Макаренко в полной мере. Думаю, что и у Мартышина эта школа, она неповторима. Как бы ни копировали какие-то учебные планы, материалы и методики, эта школа штучная. Так вот, Рочинский был подвижником. Он оставил и семью, родительскую, и дом, и ушел жить в школу. То есть он был как наместник, ну, нахстыря, со своей паствой, со своей братьей. То есть и дети к нему относились как к отцу родному. И в письмах своих они писали ему так, отец наш родной, милосердный отец. Вот это второй аспект школы, что на личности основана была. Второе, третье, Рочинский основной упор делал на изучение искусств. У него изучался математика и музыка. И сейчас вот только в некоторых школах где-то пытаются обучать и музыке, и математике одновременно. А у Рочинского это все было 150 лет назад. И поэтому его ученики, которые изображены на известной картине в Третьяковке, устный счет в школе Рочинского, они умели устно считать, умножать и делить двузначные числа. Это и сейчас во всех школах, и методика эта почему-то не разработана. И вообще странно. Хотя учебник этот по арифметике Рочинского издан. И можно работать с ним. Если мы посмотрим по расписанию, у Рочинского была каждый день и арифметика, и музыка. И помимо всего этого уроки были построены так, что дети... Это был непрерывный процесс. То есть это было не для галочки, не для экзамена, не для сдачи ЭГЭ. Это было воспитание личности. То есть начиналось с утром, с молитвы, естественно. Завтрак. Было три урока. Потом школьники шли, значит, или убирали снег, или расчищали там от листвы дорожки, или работали в парнике, что-то устраивали, сад свой, или на спевку. Дальше шли опять три урока. Потом был обед и прогулки. И потом где-то уже ближе к полднику было еще три урока. Ну, или два там урока. В субботу было уроков меньше. То есть вот так был построен день. А вечером была еще спевка. То есть... Так хор Урачинского имел такую славу, что крестьяне, которые были в Петербурге, они говорят, что мы не слышали в Петербурге такого хора, как в Тателе. И недаром руководитель придворной капеллы Степан Смоленский, он отдыхал у Урачинского в Татеве летом. И занимался с хором. И отбирал наиболее талантливых школьников для участия в придворном хоре. Вы еще упоминали, что он по вечерам читал. Чтение, да. Это было обычное дело и Толстого, и Пушкина, Капитанская дочка. В произведении... Это, конечно, знали просто наизусть дети. Читал сам Урачинский? Читал сам. И сам, и ученики, которые читали уже более-менее. Причем обучение шло сначала два года, а потом четыре года обучения. То есть всего. Но программа это была, наверное, как нынешние 11 классов. Ну, не во всем, а в чем? Да, не во всем. Вот, как-то меня спрашивали по поводу обучения истории. Я недавно только обнаружила, что в расписании действительно история есть. Как ее обучали, по каким учебникам, я не знаю. Но были книги, были книги, которые есть у Урачинского в архиве. Вот он упоминает, что мы работаем. Видимо, какого-то определенного учебника не существовало для этой школы. И просто они брали книгу и конкретно изучали Отечественную войну 12-го года. То есть у меня есть и название этой книги. Автора она сейчас, по-моему, издавалась в настоящее время. Ботанику изучали просто по наглядным растениям, которые у Урачинского были в изобилии. Даже вплоть до того, что у него росла смаковница в парнике или, не знаю, или прямо в укрытом грунте. И дети могли видеть эти растения. естественно они все вместе наравне ухаживали за усадьбой, за парком и питались от этого огорода. То есть это был дом такой. Дом. Они абсолютно не зависели ни от курса доллара, ни от поставок каких-то. То есть у них было свое все. значит еще важно отметить, что в школе Урачинского обязательно был труд. То есть школьников готовили к жизни будущей. А в школе изучали цветоводство, пчеловодство. То есть это из расчета на то, чтобы если школьник этот станет учителем или священником, чтобы он смог жить на земле на своей. Независим был. Вот. Мог обустраивать свое усолебное хозяйство, заниматься пчелами. Вот. И дети были этому обучены. В школе были станки столярные, даже был переплетный станок. Верочинский указывает в письмах, что он заказывал в городе Белом станок. То есть даже вплоть до того, что переплетная мастерская была. И некоторые книги, которые сейчас находятся в Ленинке, там так и подписано. Татьево. И вот по письмам у него огромный архив. Два архива в Петербурге, два архива в Москве. Абсолютно еще не исследованные, даже не раскрытые, абсолютно слежавшиеся письма крестьяне пишут Верочинскому. Это значит, что крестьяне образованные были. Красиво, грамотно они пишут Верочинскому и просят поделиться опытом или обучения, или устроения общества трезвости. И важно еще сказать, что в дополнение к школьному делу Рочинский организовал при храме общество трезвости. У меня есть список людей, которые вступили в это общество вслед за Рочинским. То есть он дал обет трезвости. был случай, что родители, которые злоупотребляли алкоголем, они мешали просто обучению детей. Это естественно. И когда он уже увидел своего ученика, который покачивался на телеге, ехал, он понял, что что-то надо делать. трезвости. И он решил организовать общество трезвости. И в этом списке наверное человек сорок крестьян, которые последовали за Рочинским. То есть в этом списке имя, фамилия крестьянина, который своей рукой пишет красиво, здорово. что он такое им рассказывал, как он их убеждал, я не знаю. Но возможно тут было в совокупности все. Сама атмосфера, если вы приедете в Татьево, она там осталась, эта атмосфера, несмотря на то, что уничтожали и выкорчевывали это все очень серьезно. Но атмосферу уничтожить они не смогли. большевики никто. Так вот, в воскресные дни Рачинский организовывал чтение специальное, куда крестьяне могли прийти слушать священника, который им читал святоотеческую литературу, объяснял что-то. То есть сначала была служба, где участвовали дети, они могли рассипеть, читали псалтирь, участвовали в молебне, панихиде, то есть служили священнику. Дальше народ шел в школу, там организовывался чай и чтение. Чтение или из Евангелия, или газеты даже какие-то читал. это, кстати, запечатлено на картине Богдана Бельского с крестной чтением в Татевской школе. Это все есть. То есть это были подготовленные люди. Я могу себе представить эти села, то есть такой хоровод сел, если на приходе урочинских в Татеве было две тысячи христиан. И рядом были приходы, огромные храмы. То есть это порядка десяти тысяч людей, которые прекрасно подкованы знаниями, а не только слепо верят. То есть это настоящие христиане. Они же трезвенники, которые обед трезвости дали. Вот. То есть это плоды врачинского. Я была недавно на конференции в Самаре и с радостью узнала о том, что там в школах и в академиях изучается врачинский, его опыт, его школы. Просто это нужно знать учителям и рассказывать детям. Рассказывать детям. Ну, а то, что издать книги врачинского, это я считаю просто необходимым. Вот я могу представить книгу, наш такой вклад. В этот сборник я включила самую известную книгу врачинского «Сельская школа» в фрагменты. Его книгу «Народное искусство» и «Сельская школа». И дальше из неизданных писем к Розанову. Ну, к Толстому они издавались в советское время и вошли в собрание сочинений Леварда Николаевича. Сюда же я включила переписку с Розановым, которая была опубликована в «Русском вестнике» в 1902 году. Это была инициатива Розанова. Рачинского он очень любил и ценил и считал его своим учителем. Немножко, наверное, он его плохо слушал, конечно. Вот. Также в эту книгу вошли письма к духовному юношеству о трезвости, что в наши дни оказалось очень актуально, потому что общество трезвости Рачинского за последние 20 лет основано в разных уголках страны. На Камчатке, в Калининграде, в Новосибирске, причем независимо друг от друга. То есть каким-то образом, подспудно информация о Рачинском идет, она есть. И вот когда была издана эта книга, ко мне обратились очень многие учителя. просто они покупали там по десятку два, просто чтобы она была учеником, у каждого ученика. И конечно, я несказанно рада, что есть эта книга благодаря владыке Ржевскому, Адриану Ульянову. Это его помощь в издании этой книги. Биографии еще не написано на сегодняшний Рачинского. Дело в том, что Рачинским писали до революции более двадцати ученых, писателей, поселянин писал о нем. Один из первых, Николай Горбов, это учитель, он сначала в Глуховской школе недалеко, от Рачинских был учителем. Вообще это известная личность, Википедия о нем есть. Писали Рачинскому очень многие, а потом начиная с восемнадцатого года как отрезало просто ничего. Писема, так понимаю, большая часть до сих пор не изданы, да? Тысяча это точно. А где они находятся? В основном они находятся в Российской национальной библиотеке в Петербурге. В Петербурге. А документы, которые находятся в Ргали, они, конечно, просматриваются многими специалистами на протяжении тридцати, так, думаю, лет. Вот, в частности, была издана вот такая книга, я сейчас скажу, в Москве. это исследователь из Брянска. Это письма Степана Смоленского. И здесь есть как раз письма к Рачинскому. Прекрасно изданная книга с научным аппаратом. И к ней естественно мы можем обращаться. А самого здесь письма Рачинского есть или к Рачинскому? И к нему, и его. В общем, все, что связано со Смоленским. И Смоленский, и Розанов, и Толстой, они относились к Рачинскому как к учителю и наставнику. Тоже такой просто у него был дар. Вот, кстати, здесь на фотографии общество трезвости в деревне Демидова, недалеко от Татьева. Крестьяне в основном добротно одеты в сапогах. Хотя не богатый край, это не Кубань. Ученики Рачинского тоже. Вот, по-видимому, когда Богданов Бельский писал картины свои, вот мы помним по учебникам литературы у дверей школы мальчик оборванный. Ну так вот, я спрашивала у местных жителей, мне рассказывали, что они одни такие были, нищие. Ну вот, Богданов Бельский решил почему-то его запечатлеть. И картина это качует по учебникам истории и литературы до наших дней, ну как будто все такие были. Это ложь. Вот есть фотография Богданова Бельского. Он же сфотографировал этих же мальчиков не в локтях, в сапогах, в рубашках, не штопанных, не рваных. Вот как? Что это такое было? Какое-то, видимо, уже шло вот поветрие предреволюционное. Хотелось перемен, перемены, думали, что вот что-то такое сделаем лучше. Скажите, пожалуйста, о ваших предках, которые были учениками этой школы. Предки были крестьянами в основном, которые вот уже в последнее 20-летие, можно сказать, позапрошлого века стали купцами. Богатые крестьяне просто, просто-напросто. И, значит, по отцовской линии значит, жили в селе Спас Береза. Это старинное село, известно еще до Смутного Времени, упоминается. Там и сейчас остался остров огромного храма Спасского. На протяжении столетий туда съезжались на ярмарки и даже известен был этот храм тем, что солдаты, когда возвращались с Отечественной войны, с обороны Смоленска в 1812 году, оставили почему-то в этом храме свою икону полковую. Ну, так вот, прадеды отцовские, от них мне досталось помянник, вот такой, в металлическом окладе кованом. Вот эти люди крепкие, мужички такие, с красивым почерком. И здесь примерно за 1902 год, я так думаю, имя Сергия. Почему-то мне думается, что это имя Сергея Александровича Рачинского, которое они вписали на вечное поминовение, потому что он действительно был отцом своего народа. То есть в Спасе, это село находится от Татево километрах в шести, он организовал естественную школу и хор. И по большим праздникам этот хор Спасский шел в Татево. И там было два хора. Представляете, да, это даже в столичных храмах сейчас редкость. А ваш праздник учился, да, в Рачинске? Учился? Нет, он учился уже у учеников Рачинского. Но возможно его предки учились и у самого Рачинского. Кто-то из предков из Татево был. А по линии мамы Кочкарев Александр он был учителем и помощником Рачинского. Они были немножко из другого села, из Глухого, Кострица, который немножко ближе к городу Белому. А Спасом ближе к Ржеву. Там жили по отцовской линии Ушаковой. Очень интересно хранится вот эта ковецкая икона Божьей Матери. В 1539 году крестьянин обрел в лесу две такие иконы чудотворные. То есть это такая святыня Ржевско-Бельской земли нашей. Естественно у Рачинского она была. И вот еще что важно отметить из практики Рачинского он впервые впервые ввел практику походы по святым местам со школьниками. То есть это было непринудительно это было естественная атмосфера естественный ход жизни. это был праздник для детей. И они проделали путь в Нилостолобенский монастырь. Причем я знала Александру Аркадьевну Иванову которая была дочерью любимого ученика Рачинского. и вот она мне рассказывала что значит ее отец учитель Аркадий Аверьянович Серяков он ей рассказывал об этом в походе и там даже были дети участвовали которые один мальчик он был инвалидом от рождения и не ходил и он хотел очень в Нилову пустынь попасть вот и школьники везли его на тележке. Сегодня есть педагоги которые непосредственно в своей работе используют главный элемент Рачинского Думаю что основная школа это как раз у Владимира Мартышина Ярославской области потому что Ивановская на Лехте школа она как раз усовершенствовала методику практику Рачинского и мы видим это по по плодам что-то называется во-первых симфония школы и церкви это у него есть вот это основа на личном подходе на личной инициативе потому что у него горит сердце своим делом то же самое у Рачинского было он просто не мыслил жизни без школы без работы то же самое у Мартышина Владимира Сергеевича и потом обучение и даже вот походы по святым местам если у Рачинского это было одномоментно где-то они два или три раза ходили в Милую пустыню то в Ивановской на легче школе у них это повседневная жизнь то есть школьники устанавливают памятные кресты на месте деревни бывшей на месте сражения то есть они изучают историю они знают что они делают то есть это уже сила и допустим этот же Иринарховский крестный ход тысячи людей идут тысячи людей молодых людей а еще какие-то есть примеры по дорогам наверное могу назвать Свято-Алексеевскую пустынь мы были в мае на конференции в Свято-Алексеевской пустыне и когда я вошла в эту школу я почувствовала эту атмосферу творчества созидания подвижничества самоотдачи то есть даже смотрите на стенах школы причем я не понимаю почему это почему это нельзя устроить в других школах во всех школах висят фотографии крестьян дворян купцов какой был быт какая была жизнь одежда то есть история чтобы это было неразрывной нить что у нас история не с восемнадцатого года а тысячи лет как минимум а кто директор отец пётр это вообще светская или воскресная церковная все-таки школа но там у них и кадетский корпус есть там ребята там утро начинается с барабанного боя они проходят там строение дети дети читают псалтирь за упокой и за здравие причем не усыпную псалтирь часовенки это тоже важно и причем это не принудительно это же это же никто не заставляет их вот свято-алексеевская пустынь во-первых у них там огороды свое поле они ни в чем не нуждаются нет нужда может какая-то есть и от благотворителя я думаю что не отказались бы но из того что я увидела у них там коровы куры лошади то есть это мир думаю что вот такой же мир был и в русской усадьбе тоже а почему вы решили заниматься рачинским наверное сыграли роль не только ваша связь с вашими предками которые знали рачинского но что-то еще да ну понимаете я занималась с юности наверное не только рачинским поскольку профессии журналист занималась историей края работала в районной газете еще студенческие годы оленинском районе вот и все мое детство летом прошло естественно у бабушки естественно этот мир этот быт впитывался рачинским рачинским это можно сказать одна из одно из таких увлечений и занятий в основном с 98 года моя работа связана с фондом имени Лермонтова который основал Анатолия Анатольевича Парпора историк драматург поэт лауреат государственной премии за свои исторические драмы я пришла к нему студенткой и наверное удалось ему помочь в издании исторической газеты вот что это моя основная школа и основной основная наверное работа творчества а вот какие на ваш взгляд главные элементы системы рачинского пригодятся или могут пригодиться современной педагогике на ваш взгляд ясно что все не подходит конечно время другое абсолютно другое все не менее что-то какие-то моменты стоит взять здесь идет речь о сельской школе потому что в городской школе мы можем взять естественно симфонию школы и церкви это действительно важно потому что нужно все-таки изучать закон божий и теорию Дарвина это это уже это не основательно это смешно это глупо это мы ограничиваем в развитии просто своих детей изучая Дарвина она запровергнута теория хотя Рачинский кстати первым перевел на русский Дарвина но у него другая идея другой смысл в этом был и он же это объясняет а у нас это огульно все перевернуто значит это в городской школе но это и главное это и основное а почему бы не вести походы по святым местам а почему бы не отвезти детей которые живут в городе в монастырь какой-то сельский это же другая жизнь другой мир здоровый причем который возможно и останется возможно только он и останется потому что в городе очень скоро не будет в жизни мы сами это понимаем а вот а потом изучение изящных искусств на которые Рачинский делал упор музыки у Рачинского ведь остались огромные архивы нот и народных песен за которыми к нему обращался и Чайковский в том числе почему бы это не изучать это что касается городской школы а в сельской школе я думаю что на 100% можно выбрать пожалуйста и работа на участке трехсадебном пчеловодство ведь никто не отменял необходимость пчел эти уже даже все равно мы едим мед как в 19 веке ели все равно мы едим хлеб этот же картошку капусту простые вещи надо учиться простым вещам снова снова учиться простым вещам стоит отметить что школа Рачинского в 1900 году участвовала во всемирной выставке в Париже и ученицы школы Рачинского представляли свои работы вот приблизительно такого характера ткачества и вышивку это полотенца моей бабушки которые выполнены уже в советское время в 30-е и 40-е годы но на льняной ткани еще до революционного производства но это тот же рисунок тот же узор который на Смоленщине был в традиции именно этой области этого уезда вот это тоже работы тех мастеров что касается начала педагоги Рачинского значит стоит отметить что он изучал во время своего обучения в Берлине школу Карла Стоев иене и наверное с тех пор он кстати написал об этом огромную статью и наверное это и стало толчком вот к его увлечению школьным делом думаю что изучил он и опыт пистолотца и впоследствии Рачинского и называли русским пистолотца но по возвращении своем из Германии он понял что в России должна быть школа национальная и своевременная современная отвечающая на запросы именно вот данного времени и поэтому он и делал упор на народность на русскость то есть он укреплял то что народ неосознанно делал то есть и вера и молитва и эти же вышивки то есть это он приводил это все на научный уровень на обоснованный и думаю что сейчас нам нужно идти по пути Рачинского и снова учиться русскости и народности один из примеров современных педагогов которые восприняли опыт Рачинского это учитель школы в деревне Костяева Ивановской области это матушка Наталья из семьи потомственных военных матушка отца Виктора Салтыкова это известный священник так вот она написала учебник по которому обучаются в сельской школе дети и что интересно в сельской простой школе вот эти детки у них на стенах висят фотографии там и Прокудина Горского и других фотографов которые в 19 веке запечатлели и народный костюм и народный быт разных сословий и архитектуру и живопись того времени и дети учатся просто по наглядным по фотографиям то есть они видят какая была жизнь они видят они ощущают неразрывность этой жизни что история у нас началась не с 18 года также они продолжили традицию Ирочинского и ходят в походы по святым местам то есть они из деревни едут в Москву в Петербург и у детей это праздник у детей это праздник и вот фотографии мы видим здесь и дореволюционные и фотографии военных лет Великой Отечественной войны то есть вот такая связь и значит в деревне это воссоздан мир русский там и лошади у них там и куры там и хозяйство то есть это такой островок который ну и показывает то что задумал Рачинский то есть это все реально просто если бы еще этому была поддержка на федеральном уровне это совершенно иная была бы жизнь потому что из деревни как мы знаем вышли наши писатели и поэты и ученые они все вышли из деревни они все от русской песни от былины сказки и дворяне наши они талантливы и многогранны потому что они в деревне подспитывались и ходили в русской рубахе как вот допустим на рисунках Владимира Рачинского вот это один из младших братьев Рачинских в косовородочке в такой вышиванке в русской а само Татьева вот оно само Татьева то есть вот 5 школ осталось примерно так да примерно так было 26 школ помимо этих 26 еще были в Тамбовской в Тольской а дальше ученики Рачинского открывали уже в разных областях школ так в Субтитры создавал DimaTorzok